Артист Кольцов в роли Вениамина Ерофеева в спектакле «Москва. Петушки». По чутким руководствам Инны Константиновны формируют две новые экспозиции музея. Она всегда может посоветовать, как более правильно и выгодно для зрителя расположить работы. Когда-то все было иначе. Ее, научного сотрудника, взяли в музей гардеробщицей. Боже мой, хоть кем. Года два или три было такое чувство, что я ничего не знаю, что, ой, как бы меня не уволили, как бы мне все это освоить. Ну, а потом профессиональное образование, безусловно, какую-то дало такую уверенность. Теперь она о многих авторах и мастерах может говорить часами. Гуркин, Коровин, Барунов – художники любимые. Их творения всегда находят в ее душе отклик, как и эта работа под названием «Летом» Александра Локсенова. Я на этих девочек смотрю и совершенно себя представляю в те же годы, в таком же возрасте, с пионерской зорькой каждое утро по радио, с пионерской правдой. А обязательно она была в каждом доме. Кстати, работа Локсенова относится к числу первых появившихся в фондах музея. И эти фонды по-прежнему пополняются, в том числе благодаря Инне Константиновне. Коллекцию Владимира Николаевича Гориславцева, которую мы планируем разместить в нашем будущем музее, можно сказать, привезла Инна Константина. Потому что именно она в Петербурге, в мастерской мастера, отбирала работу. Буквально смотрела каждое произведение. Вот каждое блюдо, каждую вазу, каждую декоративную тарелку. Наталья Царева под руководством Галкиной работает уже 40 лет. Говорит на просьбы всех сотрудников, и зрелых, и молодых. Она всегда отзывается и всегда помогает. Пользуется огромным авторитетом, причем не только у своих, но и у директоров сибирских и российских музеев. Но родному, рассказала сама Инна Константиновна, уделяла всегда много времени, порой больше, чем собственным детям. То, с чем ложишься, что ночью тебе вдруг приходит в голову, и с чем ты встаешь, это мысли о том, есть ли какая-то есть проблема в музее, есть ли какую-то нужно решать действительно главную задачу. Сейчас по-прежнему главная задача и мечта – окончание строительства нового здания художественного музея. Его начали реконструировать еще в 2012-м. И вроде бы к небольшому помещению уже все привыкли, даже сами художники, но хочется большего. Здание на площади Октября в рабочем плане Инны Галкиной почти каждый день. Здесь проходят планерки, она следит за ходом строительных работ. Верите в то, что вы туда заедете как директор, и еще будете работать именно в этом здании как директор? Ну, вы знаете, срок окончания вот последнего этого конкурса, который прошел на завершение строительных монтажных работ, это 22-й год. Ну, вот если это действительно свершится в 22-м году, то при сегодняшнем моем, так сказать, самочувствии и бодрости верю. Ну, если это еще дальше будет продолжаться, то его знает, может, я уже потом как гость приду с удовольствием. Татьяна Голубева, Мария Микшута, Николай Шелко. День с толком.